И с точки зрения безопасности, а в чем основная задача пятнашек, в том, что вы не боитесь получить сразу по голове, не боитесь получить удар, и поэтому можно настроиться более-менее расслабленно и подумать о технике. Потому что если сразу переходить к контактным вещам, вы зажметесь и не будете, и вот эта привычка зажимания останется. А в пятнашке, особенно когда вы начинаете спокойно, вы можете посмотреть, как работает ваша техника, как правильно выстроено тело, как вы движетесь, как вы чувствуете дистанцию. И вот отсюда я рекомендую спокойненько начинать с адекватным партнером. На что еще обратить внимание, чтобы мы будем имитировать в плечи корпус. Ну, девушкам в грудь только не надо, живот, плечи можно оставить где-то так, двигаемся. Второе, ну давай, Антон, с тобой сейчас покажу. Ну, мы не делаем техники вот таким образом, чтобы любой ценой дотянуться до плеча. Если вы хотите дотянуться, вот это похоже на удар, это будет техника. Но у меня хорошая позиция, то есть за счет движения сделал. Пошел здесь движение, а не вот так. То есть за счет правильных перемещений попытаться делать. Дальше, вы можете даже по договоренности, один партнер дает поработать, подвигается, на партнера поработать, чтобы он не зажимался, не боялся. Потом он на вас. Или взаимно работать, то есть разные варианты. Вот мы сейчас начнем работать с Антоном и пообозначаем атаки. Начнем спокойно, там как пойдет. Но в целом, чтобы чувствуете, немножко завелись, остановились, расслабились, потому что непроизвольно вы, конечно, будете хотеть выиграть. Никто не хочет. Обивы, контакты можно использовать. Теперь я на Антонах поработаю немножко, дам вам возможность поработать. Пожалуйста. Попробуй дернуть вверх, а потом перейти на печень, допустим. Руку я показал здесь. Нет, а этой уже рукой, смотри. Два, 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 сюда, да? Вот ему помог, да, показал. И даю возможность, ну, потихонечку, да, подвигался, более-менее контролирует. Ну, даю возможность поработать, то есть вариантов может быть много. С вами. Держи на руке. У нас у мафии длинный грудь. Стоп. Ну, примерно так. Спасибо. По парам. Все, давайте так и делаем. Стоп. Вот так нервненько так нервненько. Да, здесь все. Да, я не верю, я не верю. Стоп. Чтобы подвести к этому упражнению, один партнер просто стоит, и вот для начинающих лучше подвигаться, посмотреть, как мне войти, допустим, отсюда. Посмотреть, чтобы одна рука прикрылась. Отсюда, да? Поделать, чтобы не было сумбура, потому что вот сейчас вот такое махалова было. Если мы используем и цуань, я сейчас пока не показывал, тут такие варианты я могу, допустим, входить, сейчас пока медленно покажу, с контролем. И кусочек все инфа, я здесь показал, да? Если вы посмотрите видео, вот я там выкладываю пятнашки у себя, не так давно, с партнером, у меня некоторые вещи вот такие проходили, использование моментов, то и шоу в этом. Второй партнер встал и потихонечку. А моя задача не просто стоять, как болванчик, а смотреть, видеть, мысленно защищаться, не моргать, не замыкаться, а видеть всю поляну. Можно разворачивать. Можно усложнять, немножко добавить смену с твоих, небольшие перемещения, и контролировать. Вот можно в кулаках, там, да, сменить. Вот, но единственное, что в базовом варианте рекомендую пока без лица, а по корпусу, начинающим. Опытные, можете контролировать, можно это. И уже от этого упражнения переходить дальше, потому что, в принципе, любого с улицы возьми, дай им задание, они что-то там будут махать. Но будет некачественно. А задание здесь у нас такое, чтобы мы поработали то, что нарабатывали в столбах, в шили, и контроль, фанцун, чтобы все вот это могли быстро менять направление и качественно работать. Это вот такое. В конце, в конце, смотрите, я обычно даю на своих занятиях сянунжуан, интересный столб, который как раз снимает нагрузку с поясницы, вот, и хорошо ее прорабатывает. Давайте сейчас сделаем. Разворачиваем стопу. Переднее колено чуть сумка, сзади колено прямое. Небольшой наклон вперед. Повернулись назад, увидели свою пятку. Почувствовали натяжение от стопы до макушки и небольшое подкручивание. Поднимаем руки. Правая рука на уровне груди, ладонью вниз. Левая рука на уровне тазобедренного сустава. Тоже ладонью вниз. И попробуйте одновременно с вытягиванием небольшое подкручивание такое делать. Микроусилие, как в столбе, по чуть-чуть. Не теряем взгляд на пятку. И слушаем. Сейчас я быстро посмотрю. У нас натяжение по правой поверхности. Массаж вот здесь. И потихонечку следим за дыханием. Вот эту ладонь мы за счет поворота поясницы стараемся повернуть сюда за счет работы поясницы. Сейчас очень напряжение большое. Если, смотрите, напряжение большое, чуть выше поднимитесь и в более комфортном положении поработайте, покрутите. Ключом отпустите. Вот такой себе. Пятка сзади прижата. И здесь у нас такое натяжение. Хорошие. Взгляд на нюанс. Аккуратно раскрутились. Повращали на диод. Ну, чтобы не путаться, давайте я в эту же страну сделаю. Правую ногу вперед. И теперь в другую сторону закручиваемся. Была левая нога впереди, сейчас правая впереди. Ладонь направленная вниз, переднее колено чуть сунто, сзади колено прямое. Как буква Г стопы. В зависимости от степени выворотности сустава, можно чуть меньше, чем буква Г. Взгляд на пяточку и потихонечку расширили. Натяжение, растягивание. Сидим за дыханием. Сейчас у нас печень массируется, а левый бок растягивается. Саму Джоану, усмирение дракона. Смотрю. Еще немножко позвольте. И взгляд туда на пяточку. Вот здесь шея еще у нас вытягивается. Плечо, плечо. Попустить. Такое спиральное усилие. И потихонечку, аккуратно раскручиваемся. Раскручиваемся. И я рекомендую в конце этого стола немножко повращать поясничку, бедра расслабить.